Понять боль и преодолеть за 10 минут Каждому из нас знакомо чувство боли. Но знаешь ли ты, что боль бывает разная? Боль бывает двух видов, которые отличаются друг от друга. Первый вид боли – это острая боль. Каждый из нас хоть раз в жизни ее испытывал. Ты почувствуешь острую боль, если, например, наступишь на осколок. Или упадешь с велосипеда. Или молотком ударишь палец. Чем серьезнее ранение, тем сильнее боль. Удар боксера сильнее, чем прикосновение подруги. Когда ты травмируешься, ты испытываешь самую сильную боль в начале. По мере того, как рана заживает, боль уменьшается и постепенно совсем проходит. Острая боль играет большую роль в жизни человека. Ведь она предупреждает о том, что его здоровью грозит опасность. Внимание! Ты наступил на острый предмет. Ходить с открытой раной опасно. В нее может попасть грязь и инфекция. Лучше отдохни. Второй вид боли – это хроническая боль. И тут все намного сложнее. Хроническая боль – это боль, которую мы испытываем постоянно. Или она дает о себе знать время от времени. Не каждый знает, что такое хроническая боль. Однако этот вид боли встречается очень часто. Из ста детей и подростков, пятеро имеют настолько сильные хронические боли, что вынуждены пропускать школу и не общаться со сверстниками. Грустно, не так ли? При хронической боли тело человека не повреждено. Нет очевидной травмы, которую можно было бы вылечить. Или повреждения настолько мало, что не вызывает острых болевых ощущений. Внешний человек, который регулярно страдает от хронических болей, ничем не отличается от здорового. Тем не менее, хроническая боль периодически доставляет ему хлоп. Несмотря на то, что острая боль явно отличается от хронической, между этими двумя видами боли существует нечто общее, что их объединяет. И острая, и хроническая боль, будь то головная боль, зубная боль, или боль в животе всегда возникает в головном мозге. Иначе ты ее не почувствовал бы. Если ты испытываешь хроническую боль, тебе нужно понимать, что это реальная боль. Ты ее не придумываешь. А значит, ты имеешь право обратиться за помощью. Каким образом возникает хроническая боль? Наш мозг запоминает хроническую боль, как надоедливую песню. Тебе наверняка знакома такая ситуация. В уме крутится назойливый песенный мотив, а ты никак не можешь выбросить его из головы. Так устроен наш мозг. Иногда он запоминает некоторые вещи без нашего на то согласия. Наверняка ты тоже замечал нечто подобное. Есть ли у тебя музыкальная группа или исполнитель, которых ты совсем не любишь? Давай, подумай о них. Можешь ли ты вспомнить одну из их песен? Знаешь ли ты мелодию или, может быть, даже видел видеоклип? Почему сейчас ты это все вспоминаешь? Тебе же эта песня совсем не нравится, и тебе вообще неприятно об этом думать. Наш мозг устроен таким образом, что легко учится запоминать не только приятные вещи, но и отрицательные. Это запоминание в большой степени связано с чувствами, которые ты испытываешь. И если тебе что-то очень не нравится, твой мозг обязательно запомнит это. Предположим, что у тебя болит голова, и в то же время тебе грустно, или кто-то расстроил тебя. В этот момент твой мозг особенно хорошо запоминает головную боль. В следующий раз, когда тебе будет грустно, или кто-то тебя расстроит, головная боль может возникнуть опять. Но уже будет гораздо интенсивнее. Закончится все может тем, что ты будешь испытывать головные боли постоянно. Твой мозг станет более чувствительным к боли. В конце концов, начнет болеть то, что раньше не болело. Ноги при ходьбе, или шея при небольшом напряжении мышц, или появится легкий дискомфорт в области живота. Вдруг заболит все. Иногда боль может быть настолько сильной, что кажется, в теле есть серьезная травма или повреждение. Однако, это не так. Ведь хроническая боль, в отличие от острой, не возникает при ранении. Действительно непросто. Что же делать? Было бы чудесно забыть о хронической боли, удалив ее из головного мозга и больше никогда о ней не вспоминать. К сожалению, это легко сказать, но сложно сделать. Чувство боли всегда хранится в нашей голове, и его не так просто оттуда изъять. Да и таблеток для забывания боли не существует. Ведь в действительности, различные операции и лекарства не помогают при хронической боли. Лишь некоторые типы боли, например, мигрень, можно облегчить с помощью обезболивающих средств. Однако, твой врач должен тебе точно объяснить, как принимать подобные лекарства. В большинстве случаев при повторных и постоянных болях обезболивающие препараты не помогают и даже вредят. Что помогает при хронической боли? Три способа. Первый. Негативные эмоции и стресс могут усиливать боль. Поэтому важно меньше расстраиваться и избегать неприятных ситуаций. Отслеживай, что именно вызывает у тебя негативные чувства или стресс. Может быть, тебе не нравится обстановка в школе? Или у тебя мало времени для себя из-за множественных хобби? Возможно, твои родители часто ссорятся? Или тебе просто грустно без особых причин? А может быть, кто-то насильно домогается тебя? Или над тобой издеваются в школе? Или что-нибудь другое в твоей жизни происходит не так, как ты того желаешь? Часто в одиночку эти проблемы решить невозможно. Но всегда есть тот, кто может помочь. Это могут быть твои родители, друзья или родственники. И также доктор, школьный психолог или телефон доверия. Существует много разных способов обратиться за помощью. Второй. Если твой мозг научился чувствовать боль, то он может также забыть о воле. Это работает лучше всего тогда, когда твой мозг занят другими делами, которые отвлекают его от боли. Простые уловки часто помогают. Ну-ка, вспомни музыканта, имя которого начинается на букву А. Вспомнил? Хорошо. Тогда подумай еще. Музыкант, чье имя начинается на букву Б. А теперь имя на букву В, Г, Д и так далее. Эта игра называется игра в слова. Существует множество способов избавиться от боли. Некоторые из них знают лишь индийские факиры. Им, сидя на доске с гвоздями, удается не испытывать боли. Если справиться с болью в одиночку невозможно, нужно обратиться за помощью. Помни, тебе всегда может помочь специалист, врач в области боли. Третий. Хроническая боль не должна тебе мешать в реализации твоих планов. Делай все то, о чем ты мечтаешь. Активно заниматься спортом или ходить в школу, учиться. Делай то, что ты хочешь. И приятно проводи время с друзьями. Острая боль быстро пройдет, если ты на некоторое время останешься дома, в кровати. Хроническая боль, наоборот, усиливается, если ты не ведешь активный образ жизни. Так что будь активным и побеждай боль. Что ж, давай подытожим то, о чем ты узнал. Наш мозг быстро запоминает хроническую боль. И даже отдых не может помочь избавиться от нее. Но существует три отличных способа в борьбе с хронической болью. Решение актуальных жизненных проблем, приятное время провождения и игры, активный образ жизни. И если ты не можешь справиться с болью самостоятельно, тогда обязательно обращайся за помощью к специалисту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова